О профессии спасателя, да и не только, мы поговорим с помощником начальника Минского городского управления МЧС Виталием Дембовским. Виталий, еще раз здравствуйте. Добрый день. Ну, вначале, конечно, хочу поздравить вас и в вашем лице всех сотрудников МЧС с профессиональным праздником, который вот прошел буквально несколько дней назад. И так совпало, что он совпал с крещением. Я даже знаю, что ваши сотрудники дежурили во время крещенских купаний. Вот, кстати, как все прошло? Им не пришлось применять свои навыки? Ну, во-первых, огромное спасибо за поздравление. Я думаю, всем, кто сейчас это слышит, очень приятно. Пусть и после праздника, действительно, он каждый год у нас совпадает именно с крещением. И мы не только дежурим в этот момент. К слову, дежурим мы, в общем-то, всегда. 24 часа в сутки и 365 дней в неделю. Однако, конечно же, на крещение тут, что можно отдельно выделить, это места именно крещенских купаний. И мы на них не только обеспечиваем безопасность, но и сами принимаем активное участие. У нас сложилась такая хорошая традиция, когда именно вот на крещение, в преддверии своего профессионального праздника, мы окунаемся в прорубь, чтобы и, скажем так, очистить тело, очистить дух. Ну и, конечно же, это своего рода такое испытание для себя каждый раз еще раз окунуться в ледяную воду. Ну и, конечно же, эта традиция несет только здоровье, бодрость духа и хорошее настроение. Ну, коль мы с вами уже заговорили о зиме, навяжу уже, наверное, всех на зубах, тема циклонов двух прошедших, которые ставили после себя кучей снега. Скажите, вот это явление природное было чрезвычайной ситуацией для минских спасателей? Какие проблемы вообще пришлось решать вам? Ну, здесь, прежде всего, хочется сказать, ну, нормальная обычная зима, она... Снег должен быть зимой, снег должен идти. Но, тем не менее, конечно же, те нюансы, помимо просто положительных эмоций от выпадения снега, от самого зимнего хорошего настроения, конечно же, есть и такие негативные вещи, как вот, как раз, когда снег выпадает, в основном, конечно, на проезжие части, доставляет много хлопот автомобилистам, пробки, затруднения и проезда для нашей техники. Поэтому это не было как таковой чрезвычайной ситуацией, однако в усиленном режиме пришлось работать всем службам, в том числе и нам. Конечно же, для того, чтобы максимально оперативно очистить город, организовать уборку снега, привести город в безопасное состояние, были задействованы все возможные ресурсы. В городе Минске был ввезен в действие специальный план под названием ПУРГА, который предусматривает реагирование на выпадение обильных осадков в виде снега не только службы МЧС, но и, как я уже говорил, всех городских аварийных, коммунальных служб, энергетиков. Каждый действует в рамках своей компетенции. И работа, конечно же, слаженность работы координирует МЧС. Мы мониторим ситуацию постоянно. Мы даем указания, скажем так, в те места, где кто-то недорабатывает, где какая-то слабина проходит. Если необходимо, дополняем эти места, вводим, задействуем какие-то резервы. Задействуются и военные. Если нужна и военная техника, привлекается для расчистки. Все делается для того, чтобы в корчайшие, подчеркну, сроки город стал максимально безопасным. Ну и, конечно же, вторая проблема, которая возникла из-за снегопадов, это, конечно же, очистка кровель. Точнее, лучше сказать, их не очистка своевременно. Если в период выпадения снега понятно, что быстро и сразу очистить кровель невозможно, но когда снег прошел, это просто святая обязанность каждого руководителя, который отвечает за содержание здания, организовать эту уборку. Потому что снеговая нагрузка, она достаточно сильная и может достигать от 100 килограмм до 500, практически, в зависимости от влажности снега, на один кубический метр. Кубометр снега будет весить, примерно в зависимости, повторяю, от его влажности, от тех условий, в которых он падал. То есть, насколько он рыхлый, насколько он более влажный, он будет, соответственно, более тяжелый. И можно только догадаться, вот на огромной площади кровель такая снеговая нагрузка несет десятки дополнительных тонн. Это не только угроза обрушения, но и, к сожалению, мы имели два печальных факта, когда из-за падения наледей снега на людей были пострадавшие, и, к сожалению, в обоих случаях это дети. Поэтому мы, конечно же, взяли на особый контроль эту ситуацию и выносили по результатам мониторинга свои предложения в городские администрации для рассмотрения на комиссиях по чрезвычайным ситуациям, для принятия решений вплоть до приостановки работы объекта до тех пор, пока ситуация не станет безопасной. Минск – город большой. В каждом районе есть отделы МЧС. Вот скажите, как координируется их работа и вообще куда стекается вся оперативная информация, как быстро она обрабатывается? Действительно, в городе Минске, именно в МЧС города Минска принцип построения нашей структуры, он завязан на административно-территориальном делении. Действительно, районные отделы по чрезвычайным ситуациям – это как структурное подразделение Минского городского управления. То есть в каждом административном районе есть свой районный отдел. В этом районном отделе есть центр оперативного управления, куда истекается вся оперативная информация от всех аварийных служб, не только от нашей. В соответствии с нашими инструкциями взаимодействия, о всех происшествиях, о всех нештатных ситуациях. И подчеркну, даже в обычном рабочем режиме, если ситуация выходит за рамки реагирования повседневного, принимаются дополнительные решения на основе той информации, которая постоянно собирается и обобщается, для максимально быстрого устранения какой-то этой возникшей ситуации. Если требуется реагирование уже сил города в целом, то, конечно же, тут подключается и центр оперативного управления города. Тот самый известный всем номер 101 как раз-таки именно в городе Минске выведен на центр оперативного управления МЧС города Минска. Туда стекается абсолютно вся информация от всех служб, от всех граждан, всех, кто звонят, вся информация анализируется, обобщается, и оперативно принимаются решения по высылке либо подразделения МЧС, либо той коммунальной аварийной службы энергетиков в то место, где необходима их помощь. Ну, теперь непосредственно профессия спасателя. Это почетно, уважаемо, но это очень тяжелый труд, связанный со всякого рода лишениями. Это работа круглосуточно, круглогодично, выходные, праздники. Скажите, отпугивает это молодежь? Есть ли конкурсы в ВУЗы? Конкурсы в ВУЗы есть постоянные, в принципе, постоянно, скажем, мы имеем сверх приток кадров потенциальных к нам на работу. Это, конечно же, радует то, что есть у людей желание служить, однако как раз-таки те критерии, которые предъявляются к профессии, и вот мало желания хотеть быть спасателем, нужно, конечно же, соответствовать и тем требованиям, которые предъявляются к этой профессии. Это как физические требования, так и, конечно, морально-психологические качества. Самое главное здесь, конечно же, вот если человек хочет и соответствует всему остальному, его научат уже по месту службы. Ну, спасателям же действительно приходится сталкиваться со страшными последствиями, всякого рода катастроф. Скажите, оказывается им какая-то психологическая помощь? И не знаю, может есть какая-то комната разгрузки? Да, в каждом подразделении, вот если касательно комнат, есть действительно комната психологической разгрузки, где спасатели могут в прямом смысле отдохнуть физически и морально. Помимо этого, у нас в штате есть психологи, которые оказывают психологическую помощь и людям пострадавшим, и их родственникам на месте чрезвычайной ситуации. Ну и, конечно же, помощь такая может оказываться и спасателям, если возникнет такая необходимость. Ну вот, чтобы не случилось этой беды, я знаю, что МЧС проводит целенаправленную большую работу по профилактике всякого рода чрезвычайных происшествий. Скажите, пожалуйста, насколько она эффективна? Как меньшинство все-таки воспринимает ваши рейды, какие-то акции? Работа ведется не просто большая, а огромная. Работа профилактическая у нас идет каждодневно. И все инспектора, которые даже ходят с проверками на объекты, тем не менее, у нас вот есть именно надзор и профилактика. Потому что эти вот два понятия, они идут только вместе. Потому что основная задача у нас не осуществлять надзор, не быть именно каким-то карающим органом. Наша задача навести безопасность там, где мы приходим. Да, конечно же, методы мы применяем разные, которые отведены нам законом, иногда без строгости и серьезности не обойтись. Однако методы и убеждения, методы там, где мы показываем людям, к чему приводят нарушение правил пожарной безопасности, правил безопасности вообще, они зачастую действуют на людей все-таки гораздо лучше. Вот вы знаете, у нас есть иллюстрация, краткая иллюстрация того, о чем вы сейчас говорили. Зрителям предлагаю посмотреть сюжет, снятый моей коллегой Вероникой Кондратюк. Погарная тревога Первое отделение Второе отделение Авторестница Навыр Во имя чужой жизни они порой жертвуют жизнью собственной, поэтому спасатель для них скорее не работа, а призвание. Мужественно сражаться с огненной стихией еще в детстве мечтал Игорь. В итоге, когда пришло время определяться с будущей профессией, сомнений у юноши не было. Сегодня за плечами молодого спасателя, несмотря на свои 23 сотни боевых выездов, и все же каждый раз, отправляясь на пожар, Игорь не перестает удивляться губительной человеческой беспечности. Очень много было. Ну вот в 14-м году, как-то вот помню, на улице Коростоянного был пожар на селом этаже. Побежали по лестнице, прибегаем туда, там люди, ну вся кухня, горит, ну, все пламя открытым. Вот, и там человек лежал. Не менее важная составляющая работы спасателя – пропаганда мер безопасности. Для этого сотрудники МЧС постоянно ведут с жителями большого города профилактические беседы, акции, встречи. Устраивают спасатели даже спектакли. Последние – для самых маленьких. Ведь в игровой форме детям гораздо проще запоминать информацию. Если вдруг в помещении появился дым, вы садитесь на корточки. Садимся. Стараемся мешать воздухом, который ближе к полу. Воспитанники детского сада номер 129 внимательно смотрят за действием спектакля. Главный персонажа – кнопочка, и Незнайка отправляется в гости к Пончику, которого не застают дома. Друзья решили остаться и устроить другу сюрприз – приготовить ужин. Руководил вкусным процессом Незнайка, который, как оказалось, совершенно не знал правил безопасности. И чуть было не устроил пожар. На помощь пришлось вызвать спасателя. Давайте сейчас подробно разберем все ошибки, которые допустил Незнайка. Скажите, уйдем, смотрите, без письма выставлены. Можно оставлять? Нет. Сожигалки, спички, петарды, бенгальские огни. Можно этими вещами, предметами играть? Я выучу правила пожарной безопасности и всегда буду их соблюдать. А вы, ребята, будете? Да. В таком возрасте дети улавливают информацию очень быстро. И главное для них расставить именно приоритет этой информации, насколько она важна в жизни. После спектакля дети получили в подарок азбуку безопасности. Теперь многие из ребят о правилах поведения на пожаре знают не меньше взрослых. Если у вас загорелся какой-то электроприбор, никогда не тушите его водой. Нельзя открывать окна на пожаре, потому что пожар может больше стать. Сегодня пропагандой в городском управлении МЧС занимается несколько отделений из двух десятков человек. Здесь же по улице Козлова рядом с пожарной частью расположился и центр обучения по правилам безопасности. Занятия проводят как для взрослых, так и для детей. Но не за партами, а в виде экскурсии. Знакомство с первым в Беларуси музеем огня начинается с исторической экспозиции. Например, вот эта масштабная диорама рассказывает о самом большом за всю историю города пожаре в 1881 году. Распушевавшиеся огненные стихи пожирали на консердонах. Уже двое суток пушевал этот страшный пожар. Не было водопроводов, не было телефонов, не было машин и оборудования, которые сейчас имеются на вооружении у спасателей пожарных. Тушить пожары в 19 веке было очень и очень сложно. Коннобочечный ход, несколько пожарных и огромное полыхающее здание. Здесь же школьники могут познакомиться и с историей пожарного дела, которая ведет свой отчет с 1853 года. Именно тогда в Минске появилась первая служба огнеборцев. В ее состав вошли 48 пожарных. Хранение инвентаря, хранение оборудования, с которым пожарные выезжали на чрезвычайные ситуации или к месту пожара, как раз таки требовало места, где бы оно могло храниться и в любое время им можно было пользоваться. Так вот, уже в 1856 году было построено первое пожарное депо в городе Минске. От истории к правилам безопасности на пожаре все основы поведения при чрезвычайной ситуации в центре объясняет уникальный электронный макет. Записано, что такое пожар, по каким причинам происходят пожары и что нужно делать в случае возникновения чрезвычайных ситуаций. Мы начинаем свою экскурсию в этом зале именно потому, что здесь дается как бы обучающая такая информация для детей. В музее даже представлены предметы, которые спасатели привезли с пожаров. Сгоревшие телевизоры, магнитофоны, микроволновые печи. Таким образом, юным посетителям музея показывают, почему, уходя из дома, следует не забывать выключать электроприборы. Прежде чем воткнуть электроприбор в сеть, инструкцию надо прочитать. Самая масштабная часть экспозиции занимает техника и амуниция уже современного пожарного. Сегодня, благодаря уникальному оснащению, огнеборцы могут работать на пожаре при температуре 800 градусов, а значит спасать гораздо больше жизней. Вот такая боевка надевается поверх боевки, да? Вот лицо и грудь защищаются еще. Вот такой у нас спасатель получился. А это детально воссозданный макет пожара по улице Плеханова, 12. В доме были полностью разрушены несколько этажей, пострадало десятки людей. Причина – не выключенный газ. Поэтому немаловажно рассказывать детям, как нужно себя вести, если они вошли в квартиру и почувствовали непривычный запах. В конце экскурсии все знания закрепляют на специальном тренажере. Ребята сами вызывают службу спасения по телефону 101 или 112, как здесь написано. И они в режиме онлайн с диспетчером, потому что вот на мониторе напротив сразу включается служба диспетчерская. И они уже в режиме непосредственном диалоге с диспетчером говорят, почему они вызвали, почему они позвонили на этот телефон. Диспетчер дает указания, получает нужную информацию. Мне дали попробовать на тренажере позвонить диспетчеру. Я научилась отвечать на вопросы. Ну, немного было страшновато. Мне дали примерить пожарную форму. Оказалось, что каска была очень тяжелая и музей очень замечательный. Мне понравилось все тут. Мероприятие, нацеленное на профилактику чрезвычайных ситуаций, для самых маленьких жителей столицы проводят буквально каждый месяц. О том, что за такой плодотворной работой городского МЧС есть конкретный результат, говорит банальная статистика. За последние пять лет ни один ребенок не погиб во время пожара. Вероника Кондратюк и Сергей Курков. Для Большого Города. Виталий, скажите, пожалуйста, на ваш взгляд, вот грамотно ведут себя люди в случае возникновения каких-то чрезвычайных происшествий, ну, того же пожара? Ну, конечно же, все-таки идеальных ситуаций не бывает. И если бы люди вели себя до конца грамотно, то попросту и пожаров самих, и ситуации этих негативных удалось бы избежать. Мы над этим работаем. Вот то, о чем я говорил постоянно, это делается именно для того, чтобы люди знали, как не допустить происшествия и как действовать, когда эти происшествия случаются. Но, прежде всего, вот не буду я, наверное, обсуждать те моменты, которые нарушают люди, как они ведут себя неграмотно. Я попробую сказать основные вещи, которые не стоит делать во время пожара. То есть, прежде всего, люди часто страдают и гибнут именно из-за дыма на пожаре. И причем те люди, которые, скажем, ни в чьей квартире произошел пожар. Поэтому ни в коем случае не стоит бежать в то место, где есть много дыма. Если пожар произошел не в вашей квартире, а вы открываете дверь на личную клетку, там уже все задымлено, не стоит бежать. Нужно оставаться в квартире, закрыть дверь плотно, окна, закупорить все оставшиеся щели в дверях мокрыми тряпками или полотенцами. То же самое сделать с вентиляцией, вызвать спасателей, сообщить им, где вы находитесь, объяснить ситуацию и дожидаться помощи. Это будет гораздо безопаснее. Но если уже в вашей квартире, конечно, произошел пожар, и вы не в состоянии на него повлиять, потушить его самостоятельно, то нужно опуститься максимально низко к полу. Как правило, даже если у вас плотное задымление, ниже к полу будет так называемая нейтральная зона, и там еще будет прослойка воздуха, через которую можно, во-первых, видеть, где вы находитесь и куда можно уходить. Во-вторых, там еще можно достаточно безопасно дышать. Давайте продолжим вот эту профилактическую работу. Любой автомобилей знает, что отсутствие огнетушителя в багажнике влечет за собой наказание. Вот дома, в квартире стоит иметь все-таки огнетушитель? Если да, то какой? Стоит иметь. Вы знаете, вот у меня у самого дома есть огнетушитель. Я рекомендую старый, хороший, добрый, 5-литровый порошковый огнетушитель. Это надежно, это нормально, им можно тушить электроприборы. И этого объема вполне достаточно, чтобы как раз-таки на ранней стадии ликвидировать любой пожар. Хорошо, для квартиры огнетушитель где купить? И на что обратить внимание, когда ты его покупаешь? Прежде всего, на наличие сертификата у той компании, у которой вы его приобретаете. Я думаю, не проблема сейчас с наличием интернета у всех обратиться к поисковым системам и уточнить, где можно купить. Однако, на месте покупки как раз-таки надо посмотреть наличие белорусского сертификата на то, чтобы огнетушитель, во-первых, эта организация имела право их продажи. Если она занимается их производством, то, соответственно, должно быть у них разрешение на производство соответствующее. То есть, все должно быть в соответствии с законом. Если это есть, то это гарантия того, что это не какой-то контрафакт. То самое основное, чтобы действительно внутри был именно огнетушащий порошок, потому что основная часть подделок, которые производят, это попросту насыпают внутрь вместо огнетушащего порошка, ну, черт знает что. То, что в лучшем случае попросту не горит само. Срок годности есть у огнетушителя? Да, он в принципе устанавливается заводным изготовителем, но, как правило, для порошковых огнетушителей он составляет 5 лет. Пожары. Вот их причина, все-таки, на ваш взгляд, является наша беспечность или что-то еще? В большинстве случаев, конечно же, действительно, это людская беспечность. Либо те вот параметры, которые из нее вытекают. Понятно, что причина, там, короткое замыкание электроприбора вроде как говорит о том, что был неисправен, там, либо неправильно сработал электроприбор. Больше всего, конечно, это касается таких приборов, например, как холодильник. Потому что холодильник, он у нас, если 10 лет стоит, включенный в розетку, то он 10 лет своих, как раз-таки, он 10 лет работал. В прямом смысле, он 10 лет круглосуточно работал. Да, это изделие, которое допущено заводом для круглосуточной эксплуатации. В среднем составляет 7 лет для холодильника. То есть, по истечении 7-летнего срока холодильник должен попросту утилизироваться, несмотря на его работоспособность. А можете сказать какие-то симптомы, по которым нужно определить, что в доме что-то не так? Если все работает нормально, то как раз-таки человек об этом и не задумается, да, что какие-то, как вы говорите, симптомы есть. А вот когда начинает либо вырубать аппараты защиты, выбивает, да, либо просто, если там предохранители старого типа с плавкими вставками попросту перегорают пробки, как у нас в народе говорят, да, то это уже говорит о том, что энергосистема дома работает как-то не так. То же самое, наличие каких-то посторонних запахов от электроприборов, именно такого вот, как, ну, по-другому не объяснишь, запаха проводки, да, когда чувствуешь, что есть какой-то запах при его эксплуатации, то это тоже такие звоночки, после которых продолжать эксплуатацию не стоит. Еще одна, наверное, наболевшая для вас тема – это брошенные машины подъездов, которые мешают подъезду спецтехники, ну, непосредственно к месту пожара. Скажите, вообще можно бороться, наказываются ли такие водители, ну, после того, как очаг возгорания локализован, уничтожен и так далее? Да, мы действительно сталкиваемся с такой проблемой, именно она характерна как раз для города Минска, потому что автомобилей в Минске, наверное, больше, чем в любом другом городе. И тут проблема такая, я бы даже сказал, двоякая, да, в дневное время это пробки из-за этих же автомобилей, когда они находятся в городе, а в ночное время это действительно загроможденность дворовых территорий, когда мы приезжаем во двор, до двора мы ехали 2-3 минуты, а потом еще 2-3 минуты приходится ползти по двору, то это как бы, ну, непозволительная роскошь. Мы такие данные отдаем госавтоинспекции, где мы выявляем факты, вот где столкнулись с затрудненностью проезда и фиксируем, делаем фотофиксацию этих случаев нарушения парковки. Поэтому думайте, уважаемые автовладельцы, я вот хочу обратиться, просто думайте, прежде чем делать такие вещи. Помощь наша может понадобиться и вам, и вашим близким, и поэтому ваша небрежно брошенная машина может попросту привести к трагедии. А сотрудники МЧС несут ответственность какую-то за поврежденные автомобили во время тушения пожара или нет? Все должно быть обосновано. Вопрос в том, что с точки зрения закона действительно мы имеем право наносить ущерб имуществу граждан именно с целью проведения работ по спасению людей и ликвидации чрезвычайных ситуаций. Однако, если рассмотреть этот вопрос более детально, с точки зрения закона, как я уже сказал, во-первых, не всегда нанесение именно прямого ущерба, если мы говорим про машины. Конечно, некоторые, очень многие, я бы даже сказал, нам пишут, что вот да тараньте вы там эти машины, что вы их жалеете и так далее. Вопрос в том, что таранить машины, их расталкивает даже нашей машиной, давайте прямо посмотрим, тоже нужно время. Правильно? То есть не может быть такого, как в голливудских фильмах, когда кто-то будет, словно говоря, по центру ехать, все остальные машины будут разлетаться в стороны. Нет. Законы физики возьмут свое, и можно спровоцировать еще больший затор, как-нибудь там эти машины растолкав неправильно. Плюс, где критерии? Как разбираться? Ага, вот эти стоят тут по правилам, а вот эти не по правилам. Так, я буду стараться вот эти таранить, а вот эти не таранить. Тоже нюанс. Правильно? Понятно, что когда квартира полыхает, и там могут погибнуть люди, они уже просят о помощи, где-нибудь у них пути эвакуации отрезаны. Да, во имя спасения человеческой жизни мы не будем считаться ни с чем. Если действительно потребуется, еще раз повторю, у нас с точки зрения закона есть различные права. Однако, вопрос оправданности ситуации. Влетает во двор пожарная машина, расталкивает на сотни миллионов, ущерба наносит, и оказывается, что горела газета в почтовом ящике. Ну, и здесь вопрос логичности вот этих действий. Правильно? Несмотря на праздничное настроение, разговор у нас с вами серьезный, все-таки, может быть, в вашей практике, может, кто-то рассказывал, были какие-то забавные вызовы, которые случались по человеческой небрежности или, может быть, даже глупости, чего греха таить? Ну, случаев таких, на самом деле, много, которые случаются именно по глупости людской. Потому что многих ситуаций можно было бы избежать, потому что вот эти основные правила безопасности, они на поверхности лежат, и взрослому человеку интуитивно понятно. Но вот это вот наша человеческая авось пронесет ни со мной, ни сейчас и так далее. Вот это какая-то ненужная бравада, она приводит часто к ситуациям, как я говорю, которые случаются по глупости. Но, к сожалению, далеко не все они именно потом получаются забавными. Однако, ну, вспомнить таких случаев несколько тоже можно. Вот, в частности, в 2015 году как-то так случилось, что вот аж два случая было у нас, когда мужчины застревали в канале мусоропровода в жилых домах. Казалось бы, ну, как туда можно попасть, и самое главное, зачем, наверное, этот вопрос останется загадкой уже. Однако без помощи спасателей уже выбраться оттуда им не получалось. Пришлось их оттуда доставать, выпиливать, вырезать, ну, слава богу, для обоих с точки зрения здоровья все закончилось относительно хорошо. Лишь у одного из них сломан палец был, но я считаю, это мелочи по сравнению с тем, что могло бы произойти, если бы он полностью пролетел, этот канал высотного здания, и могло бы быть действительно непоправимое. Вот, поэтому бывают вот такие случаи. Бывали случаи у нас, когда люди застревали за унитазами, застревали в унитазах, да, вот те самые анекдотичные. Практические случаи, но они есть. Как правило, все это сопряжено именно со злоупотреблением алкоголем, потому что, ну, скажем так, какая действительная бравада проходит вот без этого, да. Трезвый человек попросту в такие ситуации в прямом и переносном смысле не полезет. Вот, ну, и был случай действительно, когда без алкоголя, ну, человек просто уронил мобильный телефон в унитаз в общежитии и захотел его оттуда достать. Но получилось так, что еще и рука стала заложницей унитаза, потому что защелкнулся локоть, и там пришлось развольнуть серьезную спасательную операцию. Действует достаточно оперативно и где-то даже, скажем так, достаточно жестко, потому что рука отекала, и долговременное сжатие, оно, скажем, может привести к последующей ампутации. Поэтому, несмотря на курьезность самого происшествия, действовали вполне серьезно, и мужчине спасли руку. Ну, вот, правда, судьба мобильного телефона для меня неизвестна. Виталий, еще раз хочу поздравить вас с праздником, сказать большое спасибо и за ваш труд, и за эту замечательную беседу. А я напомню зрителям, что сегодня на вопросы большого города отвечал помощник начальника Минского городского управления МЧС Виталий Димбовский. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА